Сереж, продолжаем. Всем привет, кого не успел бы приветствовать лично. Меня зовут Сергей Кулешов, и я традиционно представляю, в общем-то, очень привычный доклад по результатам анкетирования вас. Я люблю провокационные вопросы задавать. Кто не заполнил анкету? А почему? Ну ладно, я не буду спрашивать. Почему? Будет долго. На самом деле, мне кажется, это очень важная штука. Она, конечно, очень объемная, тяжелая, сложно выделить время и заполнить. Но, на мой взгляд, всем же интересно послушать. Все же приходят, слушают, интересно же. Почему вы не даете обратную связь, непонятно. Но это вообще не вопрос только интересный. Это вообще вопрос понимать, что происходит в отрасли. Меняется она ли, не меняется. Как действуют соседи. То есть редко мы можем вот так вот сесть и прям, а у меня вот такие обороты, а у меня такой средний чек. Все заполняют анкету, и получается полная аналитика о том, как работает. У нас хорошая презентабельная выборка, но мы все время вас агитируем. Чуть поактивней. Не застревайте. Итак, прежде чем начать вообще рассказывать про результаты анкетирования, хотелось бы чуть-чуть обратить ваше внимание на то, что вообще происходит в стране. Сергей анонсировал, что я покажу интересные графики, я их покажу. Да, это наш ВВП за несколько прошедших лет. И некий прогноз на то, что нам говорит наше правительство по тому, что происходит в этом году. Ну в общем, в целом, прошлый год рост ВВП, вот эта линия показывает рост ВВП, мы видим, что он снижается. Она такая довольно крутая, но обратите внимание на масштаб, он там 4%. Хотя в масштабах ВВП это, конечно, очень много. Но все же прогноз пока не очень утешительный на 2014 год. Это 0,4% роста ВВП. Это на самом деле неприятно. А некоторые говорят, что это очень утешительный прогноз. Они говорят, что вообще очень круто. Мы не только не вошли в минус, а мы еще и начали выбираться. Сейчас пошли разговоры о том, что может и 1,4 будет. На самом деле говорят, что потихонечку разгоняемся. Ну последние официальные цифры вот такие, просто нужно взглянуть, что есть вот такая динамика, она была. Есть еще одна официальная цифра. По первому кварталу рост ВВП 0,9. То есть в первом квартале рост ВВП 0,9. Это, в общем, дает какой-то такой позитивный заряд, поскольку первый квартал, ну по истории предыдущих ростов ВВП, он, в общем-то, довольно не самый высокий. Поэтому обычно ожидается и выше. И сравните с 2009 годом, тогда точно упало, тогда изменение было. Но хочу сказать, что между 2009 годом и 2014 прошло довольно много времени. Если тогда интернет только для бизнеса, для e-commerce начинался, то сейчас он уже в достаточно зрелом, таком развитом состоянии. То есть рынки разные, реакция рынков тоже разная. Да, следующее небольшое исследование, опять же, представленное нашими органами статистики, это индекс интенсивности выпуска товаров и услуг вообще в целом по стране. Ну здесь хорошо видно, 2013 год, он был прямо в минусе, фактический выпуск товаров и услуг. И к концу года 2013, да, мы только выходим на уровень, похожий на предыдущие годы. И вот, в общем-то, зеленым обозначены индексы текущего года и текущих месяцев. Вот такая история, то есть мы потихоньку возвращаемся к показателям 2012 года. Финансовые показатели организаций. Но это большие, здесь исключены малые предприниматели. И здесь картинка такова, что вот это первый квартал текущего года. И мы видим, что январь, январь-февраль и вообще весь первый квартал хуже, чем предыдущий. Это, по сути, деньги, ну финансовые показатели организаций вообще в целом по стране. Вот еще интересная штука. Это динамика оборота розничной торговли. Но абсолютно точно такой же график, но с очень небольшими изменениями по динамике оказания услуг населению в нашей стране, в России. И это довольно сложно вычисляется. Это в процентах к среднемесячному значению 2011 года. То есть это, по сути, рост относительно вот тех значений. Если мы с вами в такой же парадигме представим наши с вами продажи, то мы увидим довольно-таки интересную корреляцию. Мы довольно долго искали, с чем же можно сравнить за пределами нашего рынка наши продажи и вообще наши движения. И мы, в общем-то, получилось найти это в прошлом году. Вот в этом году все пока повторяется. Но мы, видите, мы везде немножко лучше в первом квартале, чем остальные. Вообще Сергей нашел эту гипотезу. Мы все время пытаемся действительно найти взаимосвязи между рынком веб-разработки и какими-то показателями экономики других составляющих. И вот поместив графики, кстати, акции новогодняя или августовская… Это декабрь, это да, вот это август. Странно, они, оказывается, тоже есть в услугах. Вот здесь тоже есть такие. В таком виде. В итоге получился очень похожий график. И мы уже несколько лет эту гипотезу подтверждаем. Вот рискнули вам показать. Нам кажется, она достоверной. Это никакой не мухлёж, это действительно так. Единственное, что у нас разные объемы, поэтому масштаб графика, естественно, другой, потому что у нас рост несколько другого характера, но в целом именно тенденции заметны. И, в общем-то, зачем нам это нужно? Для того, чтобы хотя бы примерно понимать вообще, к чему готовиться, что будет дальше. Мы также следим за индексом предпринимательской активности, когда наши органы статистики опрашивают организации о складских остатках, о набранных контрактах на ближайший квартал или на ближайшие месяцы. И в целом эти цифры я вам сейчас не покажу, но вы их легко найдете на сайтах статистики. Постарайтесь тоже иногда присматриваться к этому, чтобы примерно понять, чего ожидают остальные вообще игроки в целом в стране с точки зрения экономических показателей, с точки зрения прогнозов роста, ну и так далее. Ну, переходим к анкетированию. Вы, да, обратили внимание, что мы немножко коррелируемся и что, в общем-то, ситуация в стране, она вроде бы позитивная, но немножко не такая, не такая, какая хотелось бы. Посмотрим, что происходит у нас с вами, прямо непосредственно у нас с вами. Ну, в этом году, видите, так страшно наступить на это стекло, в этом году, видите, показатели собранных анкет не очень хорошие. Отсюда пришлось еще несколько выкинуть, потому что не все добросовестно заполняют анкеты, честно вам скажу. За это некоторых стоит отдельно поблагодарить, потому что выбирать неправильные ответы из этой массы очень тяжело. Но все же выборка довольно-таки репрезентативная, и вообще летом понятно, что довольно сложно заполнять эти анкеты. Итак, это было на прошлой неделе, две недели мы опрашивали, в анкете 70 вопросов, и, конечно, эту презентацию я разошлю всем, кто участвовал в этом опросе. Ну, и, видимо, вы ее подсмотрите на видеозаписи тех, кто не участвовал в опросе, о чем я сожалею. Но, к сожалению, этот доклад не дают мне сделать секретным. Кто анкетировался? В общем-то, традиционная картинка, примерное распределение тех, кто участвует в опросе, это золотые бизнесы, сертифицированные, ну, в общем, почти в примерно равных долях. Так, учитывая, что на самом деле бизнес-партнеров-то их существенно больше, понятно, что в этой выборке примерно равные показатели. Это манипуляция? Ну, это так кажется. Это просто за счет искажения телевизора. Не-не-не, все нормально. Это Excel строит, там он не может обмануть. Вы знаете, подделывать тяжелее, чем показать правду. Нет никакого резона. Опыт партнерства, то есть возраст партнеров, мы считаем возраст партнеров по тому, как долго они в нашей партнерской сети с нами работают. Вот, собственно, те, кто анкетируют, те, кто участвовали в анкетировании, мы видим, что от двух, от трех лет, в общем-то, большая часть. Но и молодые тоже присутствуют, активно участвуют, довольно большая доля тех, четверть тех, кто до года с нами. И от года с нами работают. География участников – один из самых интересных, наверное, для вас показателей. Ну, видно, что в России это, собственно говоря, большая часть. Ну, так уж повелось. Довольно существенно 7% – это Украина, немножко Беларусь, ну и по чуть-чуть из различных стран. География у нас вообще большая. И хорошо, что с нами участвуют в анкетированиях. Если говорить по России, ну, центральные – это 42%, остальные, как видите, примерно равно по снижению количества партнеров вообще в регионах. Понятно, что у нас есть два региона, в которых партнеров не очень много, а участвующих-то еще меньше. Итак, что происходит в штате партнеров? Здесь сразу на диаграмме представлены три анкетирования, три последних, включая сегодняшнее. И мы видим, что вот это анкетирование, которое голубеньким, да, это зима. Понятно, что не очень корректно сравнивать зиму с летом, но я все же решил показать, что относительно прошлого лета изменения практически нет. И более того, большинство респондентов наших ответило, что штат, в общем-то, не изменился. У подавляющего большинства не изменился или увеличился. Но эта картинка, на самом деле, почти не изменилась там с прошлого и позапрошлого анкетирования. Примерно все так оценивают изменения своего штата. И, в общем, это хорошо. Это говорит о том, что мы, на самом деле, не очень-то боимся всяких там изменений в нашей экономике. Мы набираем штаты, работаем, ну или, по крайней мере, не сокращаем. По внештатным специалистам. Здесь изменения тоже практически незаметные. Оранжевым текущий год представлен. Ну, из тех, кто не привлекает, увеличилось всего на 3%, ну, а из тех, кто, в общем-то, привлекает от 1 до 3, 2% разница. Везде, как вы видите, довольно-таки такое постоянство наблюдается. То есть изменения в рамках там 1, 2, ну максимум 3% происходят. Что дальше? По оборотам компаний. Ну, здесь, естественно, не в деньгах, а в росте. И без изменений у нас отметили 21%. Это чуть больше, чем в прошлом году. Вот, видите, довольно много показывают рост в 100% и более. И при этом падение отмечает всего лишь 15%. Несмотря на кризис в стране, рынок интернет-разработок растет. Спрос не уменьшается, это доказывает ваши цифры. Причем, обратите, большая часть от 10 до 30 там и выше, да, это те, кто действительно довольно сильно активно растут на нашем рынке с вами. По прибыльности компании. Ну, по сути, рентабельность мы вас спрашиваем, вы все это знаете. Но, как вы видите, здесь вообще нету минусов. То есть, несмотря на то, что нам Алексей сейчас говорил, да, все почему-то очень сильно преувеличивают свои, свою рентабельность. Ну, мне кажется, что просто считать не очень научились. Но будем надеяться, что все-таки это, ну, очень позитивная картинка, грубо говоря. Итак, по прогнозам. Специально раскрасил так, чтобы было видно, где положительные прогнозы, а где отрицательные. Да, вот все, что зелененькое, это рост. То есть, значительно вырастут, незначительно вырастут, но вырастут. Большая часть партнеров действительно прогнозирует, ну, по крайней мере, не уменьшение. И только 3-4% заявляют о снижении. 13% вот считают, что никак не изменится. По субподряду. Насколько наши партнеры активно работают на субподряде? Я разделил по статусам. Красненьким, те, кто вообще не работают по субподряду, то есть чуть, ну, треть партнеров не занимаются этим. Есть 13-17% вот этих синеньких, которые, в общем-то, не занимаются, но очень бы хотели. Мы вас специально здесь собираем на партнерской конференции, для того, чтобы вы между собой наконец-то договорились. Одни хотят, другим не хватает мощностей. Общайтесь, знакомьтесь. Ну и, собственно говоря, ух ты, 30% у меня сюда вылезло. Это те, кто работает по субподряду, но до 30% оборотов. И, соответственно, более 30% вот эти зелененькие. Дальше. По стоимости нормы часа. Для меня это прям очень больная тема. Я очень много общаюсь с партнерами и часто не могу понять, почему же не считаем по нормы часам. Я понимаю, те, кто занимаются небольшими проектами, там это сложновато. Но рано или поздно придет большой, нужно иметь компетенцию, правильно рассчитать, учесть все нюансы и все затраты, которые вы будете нести. Вот, собственно, и Алексей об этом говорит, именно для этого мы стараемся научить правильно считать деньги. Именно такой подход, в общем-то, обеспечивает довольно корректный расчет. Ну, смотрите, у нас изменяется постихоньку, те, кто не оценивают, падают. И, собственно, обратите внимание на то, какие нормы часы сейчас присутствуют. Это в среднем по партнерской сети. Видите, большая часть в районе от 600 до 1500 рублей, так скажем, в большинстве своем. А если это посмотреть по федеральным округам, отдельно я выделил Москву и Санкт-Петербург, это верхние две строчки, они выделены отдельно. Ну и остальные округа можно посмотреть, как варьируются ставки нормы часов. Ну и здесь, в общем-то, видно, серенькие – это те, кто никак не оценивают, ну а самые красненькие – это вот более 2000 рублей. Мы их видим сейчас в Москве и видим их вот здесь, в приволженном федеральном округе, немножко есть. Ну вот такая картинка. Я думаю, что вам это интересно, вы часто сравниваете себя с соседями, есть возможность, по крайней мере, по федеральному округу себя сравнить и подумать, не скорректировать ли стоимости. Более того, я в принципе по большинству регионов готов индивидуально подсказать средние ставки. Ну там, где не один-два партнера, понимаете, да, если в городе один-два партнера, то подсказать среднюю ставку. По городам по конкретному. Да, по городам. Могу прямо по конкретному городу, по запросу. От 10, 20, 30 и так далее до миллиона и свыше миллиона. Опять же, это средний показатель по партнерской сети. Мы с вами видим, что у нас многие уже переходят вот здесь из мелких проектов 30, 50, вот до 100 и выше. То есть вот этот весь сегмент растет, тот весь сегмент снижается. То есть проекты удорожаются. Слушай, был бы прям пуассон, если бы не эти 75. Это же какая-то смертная зона. Да. Никто не хочет делать средним диамазонам. Может, исключим этот вариант из анкеты, просто смухлюем, так сказать. Нет, на самом деле просто нет этого либо сегмента, либо психологически вот 50-100 вообще проскакивает. Да, да, скорее всего. Скорее всего. Ну давайте посмотрим, что происходит по округам. Здесь также цветовая шкала, которая показывает там в красном, собственно говоря, самые дорогие, в синим самые дешевые. И по округам Москва, Санкт-Петербург видно, что и центральный федеральный, в общем-то, показывают. И заметьте, сибирский федеральный округ здесь тоже делаются дорогие проекты. Немного, но есть. Тут по цифрам сейчас не скажу, сколько процентов, но появляются. Мы считаем, что нет. Нет. Количество проектов, которые в первом полугодии вы у нас запустили. И разделение, собственно, партнерской сети, и сравнение с предыдущим периодом прошлого года. Как мы видим, от 1 до 4, 5-9 – это, собственно, основное скопление. Ну, в принципе, за полгода это вполне нормальная цифра. Ну, чуть меньше, кто делает совсем маленькие проекты, их, соответственно, больше. Ну, вот 5% студии ни одного не запустили, а, возможно, это хостеры у нас участвуют, те, кто вообще не делают проекты. Вот они там у нас показались. Вот этот график я в прошлый раз вам показывал, доли типов проектов. Вот он абсолютно не поменялся. То есть на какие-то доли процентов, поэтому я даже сравнение никакое не делаю. Просто еще раз вам напомню этот пирожок. Сайты-визитки 28%, сложные корпоративные сайты, ну да, это уже не визитка, а корпсайт. Простой интернет-магазин, сложный интернет-магазин около 20% и уникальные проекты порядка 9%. Внедрение корпорта 4% занимает. Это, опять же, в среднем по партнерской сети. Но в основном с проекты сложные, магазины, только 28% это визитки. Да, да, вот такая интересная картинка. По стоимостям, ну, тоже не изменилась информация. То есть в целом никаких движений вот здесь вот не произошло за полгода. Это странно, но таковы факты. Это средние стоимости проектов по партнерской сети. У меня не получилось сделать это по округам, но я обещаю вам это доделать и показать отдельно. Возможно, к следующему анкетированию там возникла некоторая техническая сложность, потому что, ну, не буду разъяснять сейчас технику, но вот можно понять, что средний сложный интернет-магазин около 200 тысяч рублей стоит. В целом по партнерской сети. Сложно-уникальные проекты начинаются от 390. Не, ну, это, конечно, надо по округам смотреть. Внедрение, да, естественно, нужно смотреть по округам. Я обещаю, что доделаю эту штуку и в рассылке, которая вам уйдет, сделаю такую картинку. Ну, а к следующему анкетированию постараюсь сделать уже это сразу. Зарплата по разработчикам. Собственно говоря, я в этот раз добавил более 100 тысяч рублей. Хотелось посмотреть, а есть ли вообще такие разработчики. Есть, оказалось, что целых полпроцента партнеров готовы платить более 100 тысяч рублей разработчику. Ну, и обратите внимание, 47% это от 26 до 40 тысяч рублей. Еще 20% это от 40 до 60. Давайте посмотрим на это же по округам. Тоже наверняка вам интересная история. И здесь мы увидим, собственно говоря, опять же, Москву, Санкт-Петербург. И, наверное, вполне естественное смещение более, ну, не меньшей зарплаты в зависимости от округа. Вы сможете посмотреть это детально, разглядеть в файлике презентации. Как изменялась она? Я как-то показывал уже такой график. Я дополнил этим полугодием, и вот здесь вот появилась вот такая интересная штука. Это зелененьким обозначено от 40 до 60, рыженьким от 15 до 25. Если раньше мы видели явное снижение этого показателя, то сейчас мы видим, что они, видимо, устаканились. Мы, конечно, посмотрим, я покажу эту штуку еще зимой. Да, мы посмотрим, как дальше будет вести себя этот график. Но в целом мы видим, что вот, скорее всего, ну, я так предполагаю, что вот на этих долях оно немножко стабилизировалось. Если, собственно, у нас не произойдет либо резкого роста, да, либо резкого падения. По менеджерам посмотрим. Здесь, в общем-то, примерно картина похожая, хотя вот эта доля по менеджерам, но она сильно меньше, чем по разработчикам. И мне вот не очень понятно, что же вы менеджеров-то недооцениваете? Я в прошлый раз спрашивал. Ведь менеджер – это же практически все проекта. Однако почему-то вот… Может быть, поэтому и проблема с менеджментом проектов. То же самое по федеральным округам. Мы, в общем-то, видим, что в Москве, естественным образом, готовы платить большие деньги менеджерам. Ну и, собственно, каждый свой округ можете посмотреть и понять, какие примерно средние зарплаты готовы платить. Меня, конечно, смущает очень большая доля минимального оклада. Она все-таки там существенная, почти половину в некоторых округах занимает. Ну, видимо, бывают ситуации. Нанимают из регионов в Москву, чтобы продавать. Как меняются зарплаты менеджеров с годами? Здесь примерно такая же история, как с зарплатами разработчиков. Очень похожая ситуация. Опять возвращаются вот эти низкие, чуть-чуть падает средняя зарплата. Но я все-таки думаю, что это флуктуация полугодового опроса. Это все-таки за полгода, то за год. И я надеюсь, что мы увидим это зимой какую-то тенденцию. Полагаю, что, опять же, это некая стабилизация на этих уровнях. Ну, что я хочу сказать. В принципе, несмотря на все, что происходит у нас в стране, мы с вами довольно стабильно растем. Это не может не радовать. Это должно вселять оптимизм и рвение делать что-то новое. Учиться, работать и зарабатывать. Ну и для того, чтобы раскрыть тему доклада «Кто же в поле воин?» Я не мог не сделать вам специальную картинку, а то как-то скучно, да? Что за парень? Что за парень? Давайте спросим. Спасибо большое, поздавайте вопросы. Спасибо, Сережа, аналитику. Пожалуйста, вопросы. Вот он всегда задает вопросы. Сергей, ну потому что я каждый год жду откровения. Вот, коллеги, поднимите руки. Кто считает, что по зарплатам, ну, как минимум разработчика, ну, вы поняли, да, графика? Что это правда? Что это похоже на то, за какие деньги разработчики работают у вас? А как вы считаете, мы что, придумываем эти цифры? 25-40 тысяч рублей. Я так понимаю, что он очень много переплачивает и никак не может согласиться с этой цифрой. Нет, нет, скажи, сколько у тебя? Или ты не скажешь? Я вложу в категорию вот от 80 и выше. Красный, красный. То есть у тебя все разработчики так какую зарплату получают? Большинство. Так, если... Телефон, давайте подиктуем мой телефон сейчас, и он сейчас начнется. Вакансий сейчас полно, да, идите к нам. Я имею в виду, нет, может быть... Так, а вопрос, а вопрос. То с том, что, может быть, мы выделим какую-нибудь группу золотых партнеров и по ним... Кодексы другие. Слушай, золотой сейчас не тот показатель, который стоит использовать. У меня есть данные, по которым можно было бы сегментировать, но я не уверен, что это будет, опять же, репрезентативно. То слово, о котором ты не смог выговорить. Вот оно, возможно, будет не оно. То есть она... Есть куча сегментов, и мы вообще, когда анализируем продажи и партнерские, и внедрения, и так далее, мы очень много делаем различных срезов. Но они показательны нам. В рамках наших продуктов, в рамках количества продаж, и так далее. Но все, что интересно, мы стараемся показать. Мы не прятим. Если нужен какой-то разрез, скажи, мы сделаем. Да, скажи индивидуально. Мы хотим поговорить про разрез конкретный. Я просто считаю, что это разные разработчики. А, ну, предложи вариант, как посчитать. Стоит это рассматривать в контексте проекта, который делается. А, окей, давайте я на следующий раз вам сделаю в вопросе оценку зарплаты разработчика по трем уровням. Джуниор, миддл, синьор. Пойдет такой? Да. Окей, давайте сделаем. Ну, чтобы мне все запомнили. Не, насчет разреза еще одно замечание. Мне кажется, что смешивание региональных партнеров, региональных партнеров и смешивание московских партнеров картину размывает. Если отдельно будет слайд Москва, отдельно регионы, это снимет некоторые вопросы. Ну, я стараюсь это показывать. Не на всех слайдах, но как бы стараюсь показывать Москву и Питер отдельно. Ну, я же показывал сейчас на них. Пожалуйста, вопрос. Или ты имеешь в виду изменения? Сереж, вопрос еще. Да, давай. У меня вопрос только на понимание. Я понял. Вот цифры по стоимости проектов. Это была полная стоимость лицензии плюс работы, да? Нет, лицензию мы не исключаем. Без лицензии? Без лицензии, да. Именно только работы. Да, только работы. Я считал бы, что это правильно. Хорошо, спасибо. Так, вопрос, пожалуйста, еще. Сергей, пожелание на зимнюю партнерку. Можно ли добавить в эту аналитику учет, ведь вы же знаете, от кого анкета пришла, от каждого партнера. То есть учет количества сертификатов у этого партнера, учет работы по монитору качества, сколько проектов сдано. Ты представляешь, сколько средств вообще существует? Нет, ну как-то объединить, потому что здесь некоторое чисто мнение партнера о самом себе. Если добавить еще факты, что он конкретно делает, сколько проектов выкладывает, сколько по монитору качества сдает и прочее. То есть некоторые факты добавить из его анкеты, но, естественно, не раскрывая цифры конкретные. Я понял, в чем суть. Ну, это как раз вопрос моделирования срезов для аналитики. То есть их может быть очень много. Вот я за все время, пока занимаюсь аналитикой, у меня этих срезов, ну, если бы ты видел мои Excel, я не могу их тебе показать, но их там просто листами вот так не влезают в экран, различные всякие вот эти вариации. Просто зачастую они ничего не дают. То есть я вот на них смотрю, да, посчитал интересно, но никаких выводов сделать нельзя. Именно поэтому я такие срезы просто не показываю. А я знаю один очень оригинальный срез. Мы покажем партнерам их анкету. И они посмотрят на нее, которую они заполнили, и осознают то, что это будет персонализированная их анкета. Она покажет реально взглянуть на себя. Вопрос, пожалуйста. Сергей считает, что срез нужен. Вот вы спрашиваете. Стоимость часа, но надо и так же спрашивать тогда, сколько среднее количество часов в среднем проекте, например. Ну, какой-нибудь интернет-магазин, потому что кто-то оценивает час за 300 рублей. Мы просто сталкивались с таким, в Москве такие партнеры есть. Они оценивают в 300 рублей. Я, допустим, не представляю, как за час можно 300 рублей. Но мы потом смотрим, какие задачи они решают. Там задача на 5 минут, и они выставляют 30 часов. Вот в чем проблема. То есть кто, как оценивает... Слушай, ну это частные случаи. В общей аналитике они будут невлиятельны. А как же ты предлагаешь часами тогда поступать? По регионам будет показательно. Потому что мы не понимаем, как стоимость часа зависит от регионов, если суммы часа разные закладывают в регионы. Вот в чем дело. Ну окей, я потом запись пересмотрю, я подумаю над этим вопросом. Вопрос. У меня немножко другой вопрос, скорее, к партнерам. И тоже касаемо слайдов, которые были показаны. Если вы видели там один из графиков, показал, что там простой интернет-магазин стоит 109 тысяч. А средний, например, стоимость разработчика стоит от 60 до 80. У меня вопрос. А вы как существуете при такой вот сравнении? Да, ну вот уже дали ответ. Записывают много часов. Больше, чем реально делают. Нет, нет, там же стоимость проекта была уже готовая. 100 тысяч рублей за магазин и 80 тысяч в месяц разработчиков. Все покажите ему, Сережа, деньги. Мне кажется, об этом будет очень интересно поговорить. Последний вопрос давайте. Дима, мы все равно слушаем, что здесь говорят. Нам просто ведущий разработчик написал, что не слушайте, что говорят про зарплату, это ложь. Потому что в офисе смотрят коллеги. Все, что я пользуюсь случаем. То есть вы не платите столько, сколько говорите? Нет, мы платим столько, сколько говорим. Нас призывают не смотреть статистику. Мы ей не верим, она не отражает действительность. Прекрасно. Ну давайте на этой замечательной ноте и завершим. Спасибо, коллеги. Спасибо, Сереж.